Тема специфическая, юридическое изменение в уголовно-процессуальный кодекс сегодня рассматривали депутаты комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Обсуждалось введение такого инструмента, как процессуальное соглашение. Его заключение со стороны обвинения подразумевает то, что подозреваемый или обвиняемый берет на себе обязательство по содействию следствию, изобличению других соучастников в обмен на принятие решений в его отношении в более смягченном порядке. Процессуальное соглашение распространяется лишь на отдельные виды уголовных преступлений. Это такие, как бандитизм, организация преступной группы, мошенничество, контрабанда, торговля людьми, терроризм, захват заложников, должностные преступления. Вот, только вот по этим уголовным делам. Несмотря на, казалось бы, довольно позитивное обоснование к закону, нареканий к нему оказалось больше, чем ожидалось. У меня вопрос к действующим судям и юристам. Как вы будете применять эту норму, если, к примеру, во время судебного заседания сторона обвиняемая откажется от заключенного ею процессуального соглашения? Или подсудимых несколько, и один из них отказывается? Как тогда? Действующие судьи в зале отыскались. По словам одного из представителей Фемиды, процесс в таком случае будет идти в обычном порядке. Действие процессуального соглашения будет остановлено. А вот если обвиняемых несколько, и один из них во время судебного процесса разорвет такое соглашение, его как раз выделят в отдельное дело производства. Однако депутаты, в частности имеющие опыт в этой сфере, как, например, Курман Кулзулушев, бывший судья, отметил, что данная поправка противоречит как минимум десяти нормам действующей редакции ОПК. К слову, аналогичные замечания к законопроекту дали и ГКНБ, и Минюст, и МВД. То, что вы сегодня предлагаете, завтра устроить неразбериху в судах. В этом варианте закона множество коллизий. Следователи работают по действующему ОПК, а судьи тут говорят, что раз примем эту норму, надо и в другие документы вносить изменения. Завтра мы вынудим суды работать по двойным стандартам. Пусть тогда дела и заканчиваются на уровне генпрокуратуры, и суды не нужны. Само по себе положение о процессуальном соглашении неплохое. Однако, как отметил Умурбек Бабанов, необходимо подумать о соблюдении равноправия, в частности, о потерпевшей стороне. Сегодня участились случаи клеветы, оскорбления, чести и достоинства. Подозреваемый заручается таким образом благосклонностью со стороны обвинения. Дает ложную информацию о ком-то, порочит человека. А ответственность под действующему законодательству в отношении обвиняемого клеветника не предусмотрена. Обвиняемый в целях защиты себя дает эти ложные показания, поэтому за это к нему наказание не применяется. Но есть статья за ложный донос, которая предполагает ответственность. Процессуальное соглашение должно способствовать скорейшему исходу дела. Возмещение ущерба. Преступления, связанные с контрабандой, наркотиками. Бывает, что многие везли и не знали об этом. В министерствах, к примеру, какой-то гражданин сообщает о коррупции. Почему бы не поработать с ним? Я поддерживаю норму о сотрудничестве со следствием. Особенно в части борьбы с оргпреступностью, с коррупцией. Но в то же время мы должны изучить и подозреваемых тоже. А вдруг они клевещут? Сейчас много фактов, когда озвучивают ложную информацию. Давайте рассмотрим возможность возврата той статьи, которая была отменена, за клевету. Если человек будет клеветать и оскорблять, пусть отвечает перед законом. Ведь речь идет о карьере, репутации, о добром имени человека. А мы тут сейчас говорим о защите тех, кто выдумывает неправду и клевещет на кого-то. Еще и СМИ его будут пиарить. А где ответственность? Давайте и об этом подумаем. Как бы этот закон не открыл ящик Пандоры. Оно и понятно. Отрицая свою вину и защищая себя, они готовы сказать все, что угодно. При этом они заключили процессуальное соглашение. Вроде как согласились сотрудничать со следствием. В их отношении будет применено более смягчающее наказание. При этом чести и имени гражданина нанесен урон. Допустим, кто-то заключил соглашение и начал обвинять, например, успешного политика. Этот человек, который клевещет, он находится под защитой, его массово пиарят. А потом он в ходе процесса вдруг заявляет, что он дал ложные показания. И что потом? Он не будет за это отвечать? А государство тратит на него деньги? Сколько нервов потерпевшая страна потратила? У человека, которого он очернил, пострадала репутация, семья, дети в конце концов. С 1 января 2019 года вступает новый УПК, а это поправка в действующий. В новом кодексе предусмотрена такая норма. И, как говорили инициаторы, они просто приводят в соответствие предлагаемым изменениям. Но там речь идет только о подозреваемом. А тут и об обвиняемом. Вообще, такие законы должны готовить профессионалы. Я сравнил оба закона. В том, который в 2019 году вступит, нет пяти статей, которые есть здесь. И что немаловажно, по нормам новых проектов, которые вступят в силу в 2019 году, норма о процессуальном соглашении не может быть применена в отношении лиц, совершивших преступления по статьям с 303 по 315. А по тому законопроекту, который предложен инициаторами, 303 и 313 статьи подпадают под действие процессуального соглашения. Саму идею введения процессуального соглашения депутаты поддерживают. Однако посоветовали авторам отозвать документ и доработать его. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС.